добрый день коллеги начинаем наш второй вебинар продолжаем работать над первым модулем над нейросетями которые помогают нам генерировать изображение и сегодня наша тема это промпты разберем что это такое какими они бывают какие параметры можно вписать внутри них и как по-разному нейросети реагируют на те запросы которые вы для них пишите и вторую часть вебинара посвятим теме российских сервисов рассмотрим как работает кандинский в двух разных интерфейсах и как работает российская нейросеть шедевру попробуем добиться от них каких-то конкретных результатов и генерировать не просто какое-то изображение по запросу а добиться именно подходит ли российская для серийной генерации изображений ну и традиционно все организационные вопросы практические вопросы на конец вебинара и так на прошлом занятии мы говорили о том что все нейросети имеют свои параметры где-то они отличаются где-то они похожи но когда мы говорим про модели которые переводят текст изображения то есть тексту имидж модели мы можем считать что параметры у них плюс минус одинаковые и это как раз определяется тем как эту нейросеть создавали как ее обучали от этого зависит мало потому что наборы изображений мало влияют на запросы то есть намного важнее как нейросеть учили как и разрабатывали сколько у нее есть слоев добавлено ли там к сети художнику сеть эксперт если какие-то дополнительные модули или вообще-то может быть мультимодальная модель которая умеет и текст писать и картинки генерировать и файлы читать вот это все имеет значение в первую очередь а раз нейросети для генерации изображений имеют плюс-минус одинаковую архитектуру то есть плюс-минус одинаковое внутреннее строение значит и мы можем назвать те параметры которые для любой нейросети будут отвечать на вопрос а какая картинка получится у нас в итоге первый параметр про который наверное говорят чаще всего про него много написано много снято это температура температура отвечает за креативность и измеряется в процентах от 0 до 100 или в процентах пунктах от 0 до единицы когда температура опускается до 0 нейросеть старается нарисовать то изображение которое максимально точно соответствует тексту вот то что в запросе написали максимально точно будет пытаться визуализировать и будет стремиться что при одном и том же запросе сколько бы вы генерации не делали изображения будут максимально похожими так конечно никогда не получается но это цель нейросети при температуре равной нулю максимально следовать тексту и делать максимально однообразные изображения когда температура поднимается до единицы то есть до максимального значения наоборот нейросеть начинает фантазировать выбирать более редкие варианты более экзотические сочетания нестандартную композицию и нестандартные цвета получается что температура определяет креативность или чуткость насколько нейросеть понимает ваш текстовый запрос и обычно оптимальное значение находится в диапазоне 0507 для разных нейросетей могут немножко отличаться повышая или понижая этот параметр вы можете заставить ее придумать что-то новенькое если у вас есть только общая идея или наоборот максимально точно рисовать то что вы описали текстом если есть конкретное техническое задание а конкретная профессиональная задача и изображение должно ей максимально точно соответствовать второй параметр встречается реже это сид или зерно обычно мы видим его в компьютерных играх а при генерации каких-то карт для сценариев карт для сражений сид это набор чисел случайных чисел от которых отталкивается наш алгоритм для того чтобы что-то создать в том числе нейросеть она видит набор цифр которые вы написали или которые она сама использовала для какой-то другой картинки и отталкивается от него помните на прошлом вебинаре я говорила про диффузию когда мы из размытой зашумленной картинки восстанавливаем изображение и вот как раз это последовательность числа это зерно и подсказывает нейросети как именно нужно отсекать ненужное и если у картинок одинаковый сид но разный пром то есть если вы берете одинаковое зерно сажаете одинаковое зерно в нейросеть но при этом пишите разный запрос все равно картинки между собой будут чем-то похожи палитрой например или стилем изображения будут явно прослеживаться общие черты почему это важно потому что таким образом мы можем делать наборы изображений про наборы я скажу еще не один раз дальше третий парад это вес когда нейросеть что-то генерирует неважно текстовая это нейросеть или нейросеть которая делает картинки она по вашему запросу оценивает каждое слово и те из них которые более весомые в первую очередь учитывать при генерации значит когда мы что-то заказываем мы должны понимать как распределяются веса в вашем запросе про это мы тоже будем сегодня говорить и распределение веса тоже сильно зависит от модели разные модели по-разному считывают вес в том запросе который вы написали и так еще раз температура для креативности зерно для того чтобы можно было повторять изображение и веса для того чтобы расставлять визуальные акценты и вот примеры как эти параметры влияют на генерацию запрос вы видите внизу по которому проходила генерация и сейчас вы видите два изображения это пример выполненный с разной температурой как вы считаете где температура выше на левом или на правом изображении на правом на первом вот давайте посмотрим читаем про туда читаем запрос и пытаемся сообразить что у нас есть разделены словами запятой да волшебник делает магию замок темнота скала кролик торт и цветы на левом изображении все это присутствует дословно отдельно волшебник отдельно кролик отдельно замок отдельно торт а вот на правом изображении кроличьи уши на шляпе волшебника торт выполнен форме замка то есть более творческая переработка поэтому правое изображение это изображение с более высокой температурой а на нем температура выставлена 0,8 на левом изображении температура 0,2 то есть креативность заметно понижена это генерация была сделана в рекрафте то есть стейбл диффьюжен и температура писала английское слово двоеточие пробел и символ этого достаточно чтобы стейбл диффьюжен понимал ему не нужны какие-то особенные танцы с бубнами достаточно просто внятно написать температура должна быть такой-то дальше теперь генерация изображений с одинаковым зерном вот у нас есть запрос написан какой какой-то конкретный сид то есть цифровая последовательность и в запрос вносится изменения левая собака на улице вторая собака в помещении видите общие черты которые присутствуют то есть сам стиль близкий к фотореализму выражение мордочки да и даже пропорции этот размер который занимает собака на генерации примерно один и тот же это значит что использовано одно и то же зерно для того чтобы узнать какое зерно использовалось при генерации нужно посмотреть техническую информацию о картинке в миджорни это можно сделать вдали можно сделать попросить вернуть и показать технические параметры в стейбл диффьюжен обычно можно открыть изображение и прочитать параметры и там вы увидите сид и последовательность цифр вот это как раз и есть то зерно а еще вы можете установить его сами а просто написать последовательность цифр случайно слово зерно то сид двоеточие пробел последовательность цифр 8 10 цифр вы можете написать на тоже немножко зависит модели и потом использовать вот это вот тайный код в последующих генерациях тогда вы сможете создать серию изображений примерно с одинаковым стилем и вот вариант с весами запроса а запрос получал следующим образом силуэт у людей старый дом фиолетовые тона в левом изображение как вы видите вес основной ушел на силуэты они центральная часть композиции в правом изображении без ушел в сторону дома эта генерация была сделана в леонардо и ой и и для того чтобы придать больше вес я просто несколько раз повторила слово то есть для левого изображения это были силуэты 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 старый дом фиолетовый тона для правого изображения силуэты старый дом 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 фиолетовые тона вот этого достаточно для того чтобы перевесить в сторону того или иного слова в вашем запросе. Некоторые нейросети, например, тот же Миджорни, больше вес придают тем словам, которые находятся в начале запроса. И тогда нужно было бы менять местами. Сначала писать силуэты, потом дом, и наоборот. Сначала дом, потом силуэты. У Stable Diffusion достаточно просто несколько раз повторить более весомую часть вашего запроса. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как теперь эти промпты писать, как они выглядят, как появляются эти запросы. Участники курса уже вчера пробовали сгенерировать изображение и показывали запросы, с которыми они работали. При такой коллективной работе находятся какие-то ключевые слова, какие-то приемы, которые помогают более грамотно ставить задачи перед нейросетями. Но какие-то принципы, они уже определены, и мы можем сразу их брать из инструкции, из документации к нейросетям и применять в своей работе. Итак, первое и самое главное, для того, чтобы сгенерировать именно то изображение, которое нам нужно, а не какую-то абстрактную картинку, мы используем промпты. Промпт – это подсказка, то есть напрямую переводится с английского как подсказка. Это текст, которым мы отправляем модели, то есть запрос, но от обычного запроса он отличается структурой, что идет в начале, что идет в конце. С синтаксисом ключевые слова и параметры разделяются запятыми или точкой, или скобками – это тоже имеет значение. Ключевыми словами, так, например, какой-то стиль или подражание какого-то художнику – это тоже часть промпта, а не просто запроса, который вы отправляете. И более качественные промпты дают лучший результат. Значит ли это то, что промпты должны быть очень детальными и подробными? Посмотрите на пример. Запрос слева и изображение, которое получилось справа. Мы можем разделить этот промпт на части смысловые и на параметрические. Вот смотрите, что у нас здесь смысловое. Пейзаж, заснеженная тундра, северное сияние, вечернее небо. Это мы описываем смысл. А теперь параметры. Фотореалистичный, камера Canon, 24-мм линза, кинематографическое освещение, соотношение сторон 3 к 2. Вот это вот параметры. Бывают такие промпты, где смысловая часть перевешивает над параметрической. Бывают ситуации наоборот. Нужно подбирать и пробовать каждый раз. Нет правила, что одна должна быть в 2 раза больше другой. Нет, так оно не работает. Иногда список параметров превышает весь мыслимый и немыслимый объем, а в смысловой части написано 2-3 слова. И по таким промптам тоже идет генерация. Но большой объем промпта – это не всегда хорошо. Почему? Я уже говорила, что каждая генерация, которую делает нейросеть, она стоит каких-то ресурсов. Энергии, времени, воды для охлаждения серверов. И все мы это можем посчитать в реальных живых деньгах. И вот эти деньги, усилия, потраченные на генерацию, мы измеряем в токенах. И большинство нейросетей, которые предоставляют свои услуги пользователям, предлагают как раз покупать токены. Соответственно, чем за меньшее количество попыток вы достигнете нужного результата, тем меньше вы потратите. Даже чем короче будет промпт, потому что каждое слово в нем тоже занимает какой-то объем ресурсов, тем тоже может быть дешевле генерация. Мы это смотрели на примере Леонарда во вторник, когда я показывала, что генерация двух картинок, генерация четырех картинок или генерация с большим количеством настроек отнимает больше токенов. Вот для того, чтобы вы примерно представляли себе порядок цен, вот такая вот табличка. Да, есть нейросети с бесплатной генерацией, преимущественно российский кандинский шедевр, про который мы будем сегодня говорить. Они генерацию позволяют делать бесплатно. Но большинство сервисов так или иначе продают токены. Они могут продаваться не для генерации, а для улучшения качества изображений, для того, чтобы генерация шла быстрее, для того, чтобы больше стилей было доступно. И поскольку нет никакой единой стоимости, я предлагаю смотреть, сколько изображений вы сможете сгенерировать за 100 токенов. И таким образом оценивать, какой сервис дороже, какой сервис дешевле. Вот, например, HotPot дает 30 картинок за 100 токенов сделать. А нейрохолст примерно одно изображение за один токен генерирует. И таким образом вы можете ориентироваться в стоимости. Дальше что нужно знать про промпты? Про то, что современные нейросети понимают обычный язык. Это то, что мы называем НЛП, естественный натуральный язык, на котором разговаривают люди, и нейросети способны его понимать. Да, не без некоторых ограничений, не без косяков со стороны устойчивых выражений, сленговых, фразеологизмов, неточностей перевода, но в общем и целом вы можете на обычном языке написать запрос. Это смысловая часть. А вот параметрическая часть для разных нейросетей будет заметно отличаться, потому что разработчики заложили разные принципы того, как их детище понимают, о чем пишут пользователи. Да, согласна. Вчерашние примеры были очень и очень интересны. Вот сравните два примера. Я выделила желтым параметрическую часть промпта. Слева находится миджорний, справа находится стейбл дифьюжн. То есть уже видно, что миджорний в целом, как правило, требует промпта большего объема. Стейбл дифьюжн часто требует меньше за счет того, что какие-то параметры и настройки выведены сразу в стиле. И вот посмотрите на синтаксис. И там, и там ключевые слова отделены друг от друга. В миджорний запятыми, в стейбл дифьюжн запятыми и точками. То есть стейбл дифьюжн понимает еще деление промпта на части, на отдельные предложения. Слева вы видите вот параметр 8К резолюшн и справа тоже он есть 8К. То есть какие-то моменты нейросети понимают одинаково. Слово beautiful они тоже понимают одинаково. Beautiful photo слева и beautiful picture справа. А вот какие-то параметры отличаются. Посмотрите на миджорний. 2-е, название параметра и затем его значение. Аспект рацию, соотношение сторон 16 на 10. Качество quality 2. То есть это занимает больше времени генерации. Проходит больше проходов, делает нейросеть. Токенов тратится больше, но результат получается качественнее. S это стиль, стиль самого миджорни, насколько сильно он влияет. И еще одно описание стиля, как RAW фотография. То есть миджорний требует более специфических параметров и более специфического синтаксиса. Стейбл дифьюжн, например, в этом плане поспокойнее. Когда мы будем говорить про российские нейросети, вы увидите, что там может быть еще несколько проще для нас с вами. И вот если мы говорим про такую прекрасную вещь, как промпты, всегда возникает вопрос, зачем это нужно. Вот вчера написали, да, футуристический стол, вот она, пожалуйста, вам пятая нога. Не было никакой необходимости делать детальное описание, деревянный, там, круглый стол, 8К, beautiful picture и так далее. Вы же обошлись без этого и получили нужную картинку. Возникает вопрос, а стоит ли тогда действительно вот так глубоко погружаться в промптинг и разбираться, как какая нейросеть понимает ваш запрос и как она его обрабатывает. И у меня есть два ответа на этот вопрос. Первый – нет, вам это не нужно. Когда генерации у вас разовые, нет какого-то четкого ТЗ, то есть необходимости попадать в какой-то стиль, когда вы генерируете время от времени, а не то, что каждый день по два, по три часа тратите в нейросетях, тогда, скорее всего, вам нет необходимости так глубоко погружаться. Да, согласна, Светлана, у вас не было четкого ТЗ и подходила любая картинка. Давайте я следующее задание со звездочкой дам с четким ТЗ и посмотрим, какая будет разница. Заодно сможете как раз опробовать различные подходы к промптингу. Поэтому, да, вот в такой разовой генерации, в генерации картинок для постов, в генерации открыток для WhatsApp, в генерации для собственного развлечения, для научной достоверности. Так, если у кого-то тоже зависит, напишите мне, пожалуйста. То в этом случае вам промпты не нужны. Так, давайте посмотрим. У меня что-то зависло. Ага. Короткие зависы. Окей, буду иметь в виду. Так, предупреждайте, если что, я тоже перезагружу страницу. Думаю, что это тоже мне поможет. Так, второй ответ на вопрос, нужны ли нам промпты, это да, нужны. Как показывает практика, без основ промптинга невозможно работать над большими проектами. Особенно, когда нужно генерировать пакет изображений в одинаковом стиле. Когда нужны научные учебные иллюстрации, то есть нужно делать изображения, которые максимально достоверны, а не пририсовывать что-то на свое усмотрение. Когда есть четкое ТЗ или стиль, в котором работает ваша организация, палитра, корпоративные какие-то цвета и особенности, тогда без качественных промптов не обойтись. А еще промпты помогают получать результаты быстрее. Чем меньше генерации, как я говорила, тем дешевле будет стоить работа. И тут, конечно, самый главный вопрос, а сколько времени и стил уходит на то, чтобы сделать какую-то одну иллюстрацию. У меня был опыт оформления большого игрового проекта. Там было приличное количество картинок. И для одной картинки мне пришлось сделать 60 с лишним генераций. Я за раз генерировала от двух до четырех изображений. То есть 60 с лишним генераций для того, чтобы сделать одну картинку из набора. Конечно, это было самое сложное. Но вот, например, иллюстрацию с муравьедом-альбиносом мне так и не удалось получить, несмотря на большое количество запросов, на умение писать промпты, на умение править настройки. Вот муравьеда-альбиноса, увы, мне нейросеть так и не смогла нарисовать. Таким образом, получается, что если мы берем нейросети для каких-то личных целей, для развлечения, для разовых случаев, промпты вам не нужны. А вот если мы нацеливаемся на профессиональную деятельность, как нацелен наш курс, тогда да, нужно понимать, как все работает и как правильно общаться с нейросетями. Это не так-то просто. То есть, вот ладно, хорошо, мы говорим про генерацию картинок. Тут я еще, например, не такой специалист. А вот когда мы на следующей неделе перейдем про нейросети, которые генерируют тексты, я могу, например, для страха и ужаса показать картинку с методами текстового промптинга, с математическими опоснованиями и со сложными схемами и алгоритмами. Разбираться в этом долго и совсем-совсем непросто. Поэтому будем искать все способы, которые смогут сделать нашу с вами жизнь лучше. И таких способов как минимум уже три. Первый – это уже готовые подсказки. Вы взяли чужую картинку, скопировали из нее промпт, поменяли пару слов и сделали уже свою собственную генерацию. Или написали свой собственный промпт, а вот эти вот стили, настройки, соотношения сторон уже откуда-то из готового списка скопировали и добавили себе. Или вообще зашли в генератор промптов и мышкой накидали себе все то, что показалось подходящим. Вот это вот заметно упрощает жизнь, потому что уже сразу учитывается, как правильно должны быть описаны параметры и какой должен быть синтаксис. Второй способ мы обсуждали во вторник, он вам очень сильно, как я понимаю, нравится. Это стили. Когда уже есть готовые настройки, и через стили вы их добавляете. Но стили есть не у всех нейросетей. И тут тоже надо смотреть, какие умеют с ними работать, какие с ними работать не умеют. А какие нейросети, как тот же Recraft, умеют еще и сами составлять стили на основе ваших изображений. По сути стили это те же самые референсы, только которые кто-то уже то у вас собрал. И это тоже упрощает. Вместо того, чтобы детально описывать, какой материал должен быть у стола и в какую сторону должны быть загнуты ножки, вы можете просто показать картинку, которую уже кто-то сделал, и получить готовую генерацию. И, наконец, третий способ – это автопромпты. Вы записываете идею свою, а автопромпт вам расшифровывает ее, учитывая все нюансы нейросети. Это то, что вы видели в Леонардо. Я показывала генератор промптов. Пишите идею и получаете довольно развернутое описание. Тоже заметно упрощает жизнь. Сразу к трем хорошим новостям одна новость плохая. Большинство нейросетей понимают промпты на английском языке. То, что касается российских сервисов для генерации, там, конечно, русский язык. Но все остальное работает именно на английском языке. Даже китайские нейросети, произведенные Алибовой, тоже предпочитают промпты на английском языке. Это та основа, на которой они учились. Английскому промпту легче нейросети соответствовать. И в большинстве случаев, когда вы пишете промпт, вам, скорее всего, придется его переводить. Но практика показала, что автопереводчики очень даже нас уручают. И снова про референсы, про которые мы тоже говорили во вторник. Примеры, которые повторяем полностью или частично. И вот референс может быть загружен вами, какая-то картинка. Тогда происходит сложный процесс. Вы загружаете картинку. Нейросеть ее изучает и пытается понять, по какому промпту она должна быть сгенерирована. Потом этот промпт сама себе составляет и только потом производит генерацию. Это достаточно сложно. И не все нейросети хорошо переводят картинку в текст. Вот, например, Дали с этим справляется хорошо. А вот какие-то не лучшим образом. Тут важно понимать, да, когда вы грузите свой референс, свою картинку в нейросеть, она ее понимает как картинку, то есть как набор пикселей, или понимает как осмысленное изображение, которое можно описать словами. Вот Миджорни видит картинку. Он может скопировать расположение пикселей. А Дали умеет описывать картинки словами и по вот этим словам генерировать что-то свое. И поэтому мы можем говорить, что разные нейросети имеют разную чуткость. Чуткость к промпту и чуткость к референсам. А еще референсы можно найти в ленте генерации самой нейросети. Когда пользователи генерируют что-то в бесплатных сервисах, в бесплатных возможностях, они, как правило, автоматически дают согласие на публичную публикацию, на публичную демонстрацию своих работ. И вот в ленте вы можете посмотреть генерации, которую сделал другой человек, и скопировать стиль, промпт или перегенерировать это же изображение, немножко поменяя свои настройки. Вот сейчас мышка наведена на изображение слева. И вот вы видите, Эхали, Детейлит, Футуристик, Даймод, Принтинг. И вот это вот все. Можно одним нажатием кнопки снова отправить в генератор. Причем, например, Леонардо, откуда взят этот скрин, Леонардо умеет копировать и промпт, и стиль, или по отдельности их, или делать ремиксы. То есть, опять же, большое количество возможностей. Ну и, конечно, все эти генерации можно скачать. Вот понравилась вам какая-то из этих картинок, вы ее просто-напросто из Леонардо ее скачиваете. У Рекрафта тоже есть такая лента, у Меджорни есть такая лента. То есть, в принципе, у большинства сервисов можно просто скачать то, что кто-то сгенерировал до вас. Ну и снова возвращаемся к тому, что мы обсуждали на первом вебинаре, к вопросу ошибок. Мы говорили про типовые ошибки, которые возникают, и нет ни одного сервиса, ни одной генеративной модели, которая создает изображение абсолютно без ошибок. Но чем новее модель, тем качественнее у нее результаты. То есть, например, если мы возьмем Меджорни 5, она будет во много раз меньше ошибаться, чем Меджорни 2. Поэтому смотрим и на модели, и на их версии. Чем они новее, тем качественнее будут результаты. Вот еще раз список всех тех ошибок, про которые мы говорили на прошлом вебинаре. Это зловещая долина, это количество пальцев и другие анатомические ошибки, и отказ генерировать изображения каких-то знаменитых людей. То есть, если вы напишите, сгенерируем мне Леонардо Ди Каприо в костюме Тора, то, скорее всего, нейросеть откажется или сгенерирует что-то совсем не то. Для обхода этих ограничений тоже есть некоторые возможности, но в целом все нейросети настроены так, чтобы не использовать имена знаменитых людей, современных художников, не заходить на правовое поле голливудского кино и так далее. Кстати, для того, чтобы с количеством пальцев, с анатомическими дефектами разобраться, пишется негативный промпт. Помимо обычного позитивного промпта, то есть то, что должно быть на картинке, пишется вторая часть, то, чего на картинке быть не должно. И если посмотреть на Меджорни, там так и будет написано, не рисуй несимметричные лица, анатомические дефекты, неправильная конечность, неправильное количество пальцев, некрасивые зубы, некрасивая, уродливая, и перечисляются вот такие вот варианты. То есть довольно часто негативные промпты используют для того, чтобы автоматически отсечь ошибки, которые могут возникать у нейросети. Так, ну вот теперь немножко заголовок такой амбициозный, как создавать шедевры. Ну, шедевры не шедевры, но важно создавать именно то, что вы задумали. То есть когда я говорю про генерацию, неважно, генерация будет картинок, генерация текста – это вопрос на самом деле вторичный. Вы берете ручку и листочек, ну, или документ и клавиатуру с мышкой, да, как вам удобнее. Мне удобнее с ручкой и листочком, например, работать. Вы пробуйте описать техническое задание так, как вы описывали бы его сотруднику или коллеге. Согласно наблюдениям, лучше всего промптят те, кто умеет ставить рабочие задачи. То есть если вы можете стажеру объяснить, как ему что-то выполнить на работе, и при этом он действительно это сделает и совершит небольшое количество ошибок, то, скорее всего, вы сможете и нейросети объяснить, что ей нужно сделать, и довольно быстро получите качественный результат. Поэтому, когда мы начинаем промптить, то есть составлять промпты, мы сразу начинаем думать в рамках, как бы мы объясняли задачу кому-то другому. Вот то, что пишут такие искусственные тексты с искусственными параметрами – это не самый лучший вариант. Начинать с этого не стоит. у вас получится просто винегрет из каких-то ключевых слов. Сначала объясняем человеческим языком. Дальше мы это переводим в промпт. Предположим, мы взяли задачу, насколько я помню, у нас в чатике я пообещала взять один из примеров про молнию Макквин. Сейчас, наверное, даже найду этот промпт. Так, машинка-молния Макквин с крутым мотором учится по трассе. Это не промпт. Это запрос. Это какая-то идея. Дальше мы начинаем ее перерабатывать, объяснять, как бы мы объясняли художнику и иллюстратору. Что у нас находится в центре изображения? В центре изображения спортивная машина или персонаж. Я удивлена, что шедевром он к пиксаровским правам спокойнее относится. Зарубежная нейросеть, скорее всего, отказалась бы по имени собственного делать такую генерацию. Красная спортивная машина, одушевленная. На дверцах знаки молний. Машина мчится по трассе на фоне заката. Изображение передает ощущение скорости, азарта гонок. Дальше что? Изображение должно быть квадратным, вертикальным или горизонтальным. Сделать акцент на теплые, яркие цвета и так далее. То есть мы бы, как описывали бы это дизайнеру-художнику, так это и пишем. А потом переводим в промпт, устанавливая некоторые параметры. И параметры, как я уже говорила, промпты, конечно, лучше на английском языке. То есть вы, во-первых, переводите, переводите именно полный текст, а потом его сокращаете до промпт, до каких-то отдельных параметров, смысловых или параметрических деталей. И даже используя русскоязычные сервисы, вы, скорее всего, будете пользоваться английскими тегами. Вот тот же шедеврум, он понимает, теги прямо на русском или на английском, значок тега сначала ставите, а потом идет какой-то текст. То есть теги помогают нейросети лучше генерировать. И вот самые распространенные теги – это техника, атмосфера и жанр. Я привела их на русском и тут же на английском языке, чтобы вы могли пробовать и те, и другие варианты. То есть в какой технике должно быть сгенерировано изображение фото, фотореализм, картина, рисунок, скетч, инфографика, атмосфера. Вот как раз к атмосфере нейросети для генерации картинок очень чувствительны. Тут можно через одно буквально слово кардинально поменять то, что будет изображено. Вот взяли машинку «Молниума Квинт», нам нужна динамичная атмосфера или драматическая атмосфера. И от этого заметно изменится сам результат. Как раз чувствительность к таким словам – это и есть то, что мы по-умному называем NLP – понимание естественного языка. Ну и, наконец, жанр. Жанр влияет на композицию, на глубину, сколько планов будет в картинке, на соотношение сторон и немного влияет на сам стиль изображения. Конечно, ключевых слов намного больше, но вот именно для изображения – это базовые, с которых вы можете начинать тренироваться. Дальше более глубокое погружение, конечно, заметно расширит ваши слова. И вы в процессе будете сами находить те или иные ключевые слова. Вот для меня, например, находкой было слово «футуристичный», что через него можно оправдать какие-то нестандартные конструкции. Я его записала в свой словарь и теперь буду использовать «регенерации». Так, мы написали нашу… Да, и стиль Дали – это тоже было очень интересно, но стиль художника для меня как бы это понятный подход, а вот футуристичный для меня как раз это было открытием. Я ни разу не пробовала и вот прямо действительно была обрадована такой находкой. Так, мы написали задание для нашего виртуального художника, перевели его при необходимости на английский язык и дальше отделили смысловую часть от части параметрической. Смысловую оставили так, как нужно, отделили ключевые слова запятыми, а в параметрической части записываем в определенном формате то, что нам нужно. Первое – это стиль. Это может быть направление искусства, ренессанс. Это может быть имя художника, кандинский. Или вы можете загрузить стиль или загрузить референс, свое изображение. Но когда вы загружаете стиль и загружаете референс, вам ничего не нужно, а вот когда вы пишете направление искусства, лучше всего использовать как раз слово «стиль». «Стиль», «Стиль», «Дали», «Стиль», «Ренессанс». И отделяете вот эти слова запятыми, да? То есть перед ними запятая, после них запятая. Вот простой пример. Мы рисуем портрет, один и тот же промпт, но влево мы указали стиль «Ренессанс», в правом – «Деноизм». Я не совсем согласна с тем, что это именно такой стиль получился у «Ниросити», но тем не менее разница, что говорится, налицо. А здесь сейчас идет генерация в «Дали», который более чувствителен к обычному языку, поэтому запятыми не отделены. Ну, а если говорить про другие нейросети, то я написала бы вот так. То есть какая-то смысловая часть, запятая, пробел, стиль, и дальше идет его название, скинула в чат. Вот таким вот образом я бы отделила. И точно так же может быть не «Ренессанс», а может быть просто фамилия художника. Дальше это пропорции, соотношение сторон. Дело в том, что нейросети по умолчанию генерируют картинки в тех пропорциях и в тех размерах, в которых их обучали. А обучать быстрее и дешевле на небольших изображениях и удобнее на квадратных. Поэтому большинство нейросетей по умолчанию нарисуют вам картинку именно квадратной. А чтобы была не квадратной, нужно указать соотношение сторон. Вот, например, Меджорни делает это так. Для Дали достаточно написать вот так, широкое или вертикальное. То есть он понимает естественный слой. В каких-то нейросетях можно сразу нарисовать размеры рамки, внутри которой будет идти генерация, как мы это делали в Stable Diffusion на примере того же Рекрафта. И понятно, что разные изображения будут по-разному генерироваться и по-разному смотреться в соотношении сторон. Опять же, запрос абсолютно одинаковый. То есть промпт одинаковый и там, и там, но одна картинка генерирована квадратная, а другая сгенерирована панорамная. Мне кажется, что панорамная получилась более выразительной. Несмотря на то, что цвета не такие яркие, но вот размах, настроение лучше чувствуется таким образом. Будет очень обидно, если вы не укажете сразу нужное соотношение сторон и получите идеальную картинку, но не с таким соотношением сторон. Вы потом будете, может быть, ее пытаться перегенерировать. Оно будет похоже, но уже не то. Поэтому сразу подумайте, какое соотношение сторон будет для вас наиболее оптимальным. Дальше это цвета. Палитра очень и очень важна, и нейросети позволяют управлять палитрой. Это может быть общее, как я написала, purple tone. Это может быть прямо перечисление black, white and yellow. Это могут быть цвета, переданные через атмосферу, в цветах летних лугов, в цветах темного фэнтези. И помните, что если вы планируете взять изображение без фона, то есть удалить потом фон, для этого достаточно много сейчас сервисов, которые позволяют удалять фон, то лучше, чтобы он был однотонным. Но можно использовать ключевое... Так. Зависла на каком моменте? Откуда мне повторить? Слышно, да? Хорошо. Однотонный фон. Да. Чисто однотонный фон вы можете не всегда получить. И не всегда вы можете получить чисто белый тон. Это очень и очень сложно добиться, если не задан сразу какой-то готовый стиль. Но вам, скорее всего, поможет вот такое вот ключевое слово. Изолированный. И само изображение будет более отделено от фона, и уже дальше его можно будет легче отрезать. Можно ли указать конкретные цвета в RGB, например, нет? Нет. К сожалению, нет. Я пробовала с цветами в RGB, с цветами в HEX, в 16-ричной системе, нет. Вот когда вы генерируете в сервисе, вот как в рекрафте, да, там можно добавить палитру. И вы задаете конкретные цвета. В нем можно. Это сам сервис дает. А вот в Леонардо, хотя модель одна и та же, там нет возможности дать никакую цветовую палитру. Вы ее словами можете описать, но если вы напишите код цвета в RGB, то она вас не поймет. То есть в этом плане, конечно, опять же, рекрафт выигрывает. Там действительно можно задать палитру. Во всех остальных случаях вы можете только примерно указывать. И вот вариант лес и цвета обозначены просто гаммой. Теплая гамма и холодная гамма, да, для того, чтобы передать, как это все выглядит. Понятно, что у правой картинки есть ощущение зимы, хотя здесь как бы особо там ни снега, ни сугробов нет. То есть тот же самый лес, просто другие цвета. Промпт, опять же, повторю, один и тот же. То есть абсолютно одинаково поменялось только теплый на холодный. Вот почему лес выглядит немножко по-разному, хотя промпт один и тот же. Потому что нейросеть сгенерировала с другим зерном. Если я параметр зерно специально не контролирую, то каждая генерация будет происходить со случайным зерном. А значит изображения по одному промпту будут между собой отличаться. Дальше температура, про которую мы говорили. Вот мы написали, какой у нас стиль. Мы указали, какие цвета мы хотим использовать. И при необходимости вы пишете температура, параметр температуры. Какой он должен быть. Вообще общий принцип такой, чем короче промпт, тем выше должна быть температура. То есть если я ограничусь 4-5 словами, я бы поднимала температуру до 0,7 и выше. Если у меня детальный, подробный промпт, где я писала все вплоть до цвета пуговиц на костюме, тогда я, конечно, температуру буду понижать, чтобы нейросеть не игнорировала мои указания. И вот, пожалуйста, пример. Один и тот же промпт отличается только температура. И здесь точно так же, как с волшебником. Температура на правой картинке выше, чем температура на левой картинке. И за счет этого вы видите более гармоничное сочетание. То есть если на левой картинке подчеркнуто отдельно расположены цветы, подчеркнуто яркий цвет, то правое изображение немного мягче, гармоничнее между собой элементы сочетает. Промпт по длине средний, он, естественно, полностью у меня на слайд не влез. Там еще технические параметры. Сам по себе он, понятно, будет длиннее. И достаточно подробный промпт. И изменение температуры влияет на первый взгляд не так сильно. Но вот если рассматривать детали, все-таки с точки зрения подробностей детализации правая картинка явно выигрывает. Так, ну и вес, про который мы тоже говорили, тоже указываем. Тут есть три основных принципа. Первый, я уже говорила, это повторение ключевого слова. Очень просто. Вы идете в любую нейросеть, пишете запрос, в котором указаны два предмета. То есть, например, яблоко и груша. Какое-то из этих слов повторяете три раза. Смотрите. Если на генерации яблока действительно стало больше, чем груши, значит, именно к этому нейросеть чувствительна. Как мы смотрели на примере Леонардо. Стейпл Дефюжн Леонардо. Там чувствительна к повторению слова. Если не срабатывает, пробуйте метод номер два. Ставите яблоко в начало, потом еще несколько слов, потом груша. Проверяете, среагировала на это или не среагировала. Вот таким образом реагирует, например, Меджорни. То, что находится в начале, то важнее. Если ни один из этих двух способов не срабатывает, то приходим к процентному методу. Мы указываем в скобках два объекта и процент, который он должен занимать на изображении. На левой картинке сад 80%, дом 20%. На правой картинке дом 80%, сад 20%. И мы видим, что находится на переднем плане, на заднем плане, насколько детальный объемный проработанный сад или детальный проработанный дом. Вот эти все подборки примеров сейчас генерированы вдали. Да, но не только он реагирует таким образом на проценты. Некоторые нейросети, помимо него, Меджорни тоже может таким образом отреагировать. И некоторые сервисы на Stable Diffusion тоже реагируют на такой способ. То есть тут, конечно, многое зависит от того, как создатели сервиса подключили какую-то конкретную модель. Потому что запросы вот КАПИ тоже проходят по-разному. То, что под капотом находится, вы не видите. И иногда нужны вот такие вот эксперименты, чтобы понять, как работает нейросеть. К чему именно она более чувствительна. Ну и теперь нейросети, которые работают на русском языке и разработаны у нас в стране. Это, в первую очередь, шедевром. Он отличается тем, что ставится как приложение на телефоне. Это удобно, если вы делаете контент, но для долгосрочной работы не очень удобно. И обратите внимание сразу, что у шедеврома есть ограничения. Они запрещают использовать генерированные картинки в коммерческих проектах. Дальше. Сам по себе шедевром медленный. Он выдает 4 изображения. Большинство нейросетей выдают меньше или выдают больше только за токены. Да, сейчас только 2 изображения. Мы не знаем. Мы сейчас предполагаем, что будет обновление и, возможно, вернется к генерации 4. То есть прямо по срокам, по прошедшему времени, по тому, как сейчас обновили Яндекс.ГпТ, по идее, скоро должна выйти новая версия шедеврома. И тогда, возможно, вернется. И вот эти изображения, они по параметрам очень сильно отличаются. То есть как будто вы написали промпт, и к каждому из этих промптов добавился, во-первых, сид, случайное зерно, во-первых, еще какой-то дополнительный набор параметров для генерации. Кроводки настроек очень глубоко. Да, есть такое немножко. И с моей точки зрения шедевром он не очень чуткий. Ощущение, что он генерирует то, что он считает нужным. Для того, чтобы добиться каких-то важных для вас деталей, нужно долгое время пострадать и поковыряться. И это плохо в том случае, когда вам нужно не одно изображение, а сразу набор. Теперь Кандинский. Шедевр он бесплатный. Кандинский тоже бесплатный. Он разработан с Бером и работает либо на отдельном сайте, либо внутри гигачата. Мы сегодня посмотрим и тот, и тот вариант. Да, я согласна, что много правил и ограничений. Это вполне оправдано для бесплатного сервиса. То есть в любом случае, чем больше денег берет сервис за свою работу, тем больше свободы он дает. Ну вот такова наша реальность. И поэтому, да, шедевру достаточно жестко ограничивает. Кандинский, например, тоже имеет определенные ограничения. Экстремизм вообще не имеет значения. Про известных людей я тоже сказала, что отказываются генерировать. Существуют методы для обхода. То есть, например, нельзя сгенерировать Леонардо Ди Каприо, но можно сгенерировать человека, похожего на Леонардо Ди Каприо. С, например, конструкция английская используется. И это помогает. Поэтому методики обхода есть. Вопрос только в том, зачем. Чем сложнее обойти, тем больше времени вы тратите на генерацию. И, может быть, для разовой генерации это нормально, но когда это профессиональная задача, вот идет у меня сейчас презентация. Вот у меня для презентации нужно 20 картинок. Одно дело, я сейчас эти 20 картинок сгенерировала в трех запросах к Дали, у меня это заняло меньше пяти минут. Или другое дело, я каждую картинку генерирую по отдельности, пытаясь разобраться с нейросетью и обойти ограничения. Все-таки вопрос времени и удобства, он основной, если мы говорим именно о профессиональной деятельности. Так вот, скандинский, который встроен в гигачат и который стоит, есть как отдельный сервис, работает внутри них несколько по-разному. И мы поэтому посмотрим сегодня два варианта. Он сам по себе достаточно удобный и хорошо понимает запросы. То есть вот по пониманию естественного языка я бы его поставил, наверное, на второе место после Дали. И там, где он находится на отдельном сайте, есть инструменты редактирования. А значит, мы можем не просто получить результат генерации, но и доработать его. А это очень и очень здорово. Давайте сейчас посмотрим примеры генерации. Сразу, да, вот еще не открывая приложений, договоримся, что именно мы будем генерировать. Я предлагаю собрать небольшую композицию. Пусть это будет лес, то есть обычный лес, который мы можем видеть. В этом лесу будет заяц и пенек. Хотим ли мы какого-то особого интересного стиля, хотим ли мы каких-то дополнительных персонажей, вы можете предлагать варианты в чат. Я предлагаю вот основную композицию и действующих лиц. У нас будет заяц в лесу и рядом с ним будет пенек. Договорились? Начнем, наверное, с шедеврума в стиле элегрека. Но подождите, подождите. Сейчас мы так это куда-нибудь не туда завредем. Для начала давайте хотя бы просто попробуем от шедеврума добиться вот этой вот композиции. Если что, это придумано вот до начала вебинара. Это не значит, что я уже генерировала. Я могу показать, какие у меня вот здесь генерации уже были. И вы увидите, что нету тут чего-то похожего. Я для себя этого не делала. И сейчас буду экспериментировать именно вместе с вами. У нас есть варианты для генерации текста в шедевруме на Яндекс.Гпт. Видите, снизу написано Яндекс.Арт. Это генерация картинок. И генерация видео. Но с видео мы сейчас заниматься не будем. Мы будем работать именно с изображениями. Вот как раз как это все выглядело. Последняя у меня здесь была скрипка. Так, давайте смотрим. У нас есть вот эта вот идея. Давайте попробуем ее для начала описать так, как мы описали бы дизайнеру. Насколько я помню, тут на русский язык переключаются как-то по-другому. А вот как мне сейчас надо вспомнить. Так, секунду, я сейчас отключу этот экран. И переключусь на... На другой вариант. Так. Так. Давайте попробуем сформулировать. Вы можете написать свои варианты запроса в чате. Я буду копировать и вставлять. И мы будем по очереди смотреть, что получается. Так, нарисую изображение летнего леса. Посреди поляны стоит венек. Рядом с пнем. Заяц. Так, какие еще параметры надо указать? Ой. Ага. У меня, похоже, не работает экранная клавиатура. Так, прошу прощения. Тут у меня затормозило. Все, сейчас вернемся. Сейчас я переключу, тогда пока на другое. Переключу, тогда пока на гигачат, и попробую разобраться, почему не работает у меня здесь вот текста. Вот так. 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 Так, хорошо. Пока я смотрю и разбираюсь, давайте посмотрим тогда на гигачате. Тот же самый запрос введу сюда. Да, у меня почему-то не отображалась на гигачатах. Да, я согласна с тем, что вставить и скопировать, но приложение не позволяет вставлять скопированный текст, к сожалению. Так. Тогда? Тогда, да. Так. Ну вот, да. Сейчас просто-напросто не дает. Окей. Тогда этим займусь позже. Так, вставила в гигачат этот самый запрос. Смысл гигачата в том, что это мультимодальная модель. Она умеет и текст генерировать, и в этом же окне, без переключения, умеет работать сразу с картинками. Да. Потому что для того, чтобы показать экран телефона, раз мобильное приложение, дополнительная программа, и она не очень гибкая, не очень удобная. Вот. И для того, чтобы гигачат понял, что я хочу именно картинку, я пишу «Нарисуй». Вот я описала в трех предложениях, да. Лес, пенек, заяц. Указала расположение элементов. Это смысловая часть. Давайте пока сгенерируем просто со смысловой частью. И потом сделаем такой же точно запрос, но уже с параметрической частью. Какие параметры мы хотим добавить. Вот у нас есть картинка. Мы видим лес, но мы видим ни пня, ни зайца. Это у нас отсутствует. Попробуем изменить. Не будем отделять части точками. Попробуем написать в одном предложении. В общем, работа промпт-инженера частично заключается в том, чтобы писать промпты, несколько отличающиеся в модели, и смотреть, какой результат получается. И потом уже делать выводы. Ну вот теперь пень, предположим, я вижу. Но почему у нас постоянно находится гриб? Так, скопируем вот этот вот вопрос. Так, пейзаж. Гриб, стиль, фото, реализ. Я добавила параметрическую часть. У вас получился заяц на пне. Да. По факту, вот посмотрите, сейчас мы генерируем в одном чате. Когда мы работаем внутри одного чата, то, что было сгенерировано первым, часто влияет на последующие результаты. Вот если я теперь начну новый чат и вставлю вот тот запрос, да, немножко улучшенный, у меня получится другой результат. Нету зайца. Все, переклинило. Кандинского переклинило. Теперь он не будет рисовать зайцев, он будет рисовать грибы. Вот новый чат начала. Он согласился с зайцем. Только пень у него получился горизонтальным. Еще раз начнем. Он сделает еще какой-то конкретный вариант. Посмотрите на ключевые слова. Вот на фотореализм, то есть на параметр стиля, Кандинский не реагирует. Для него стили задаются по-другому. И не здесь. Да, особенно фотореалистично, согласитесь? Горизонтальные изображения он тоже не делает. Та модель, которая встроена... Нет, там гриб, я не ударила его из промпта, тут он правильно его третий раз сгенерировал. То есть, когда мы работаем внутри самого гигачата, у нас возможностей намного меньше. Да, настоящий фотореализм, согласна. То есть, это удобно в том случае, когда, опять же, вам нужны какие-то разовые картинки, но не больше. Так, это я продолжаю потихонечку разбираться с языком. Так, дальше. Не хочет рядом, хочет на пне. Ну вот так. Теперь попробуем поработать с этой же идеей, но не внутри гигачата, а на отдельном приложении Fusion Brain. Это тоже стоит кандинский, просто это отдельный сервис, в котором мы можем генерировать. И здесь уже все выглядит серьезнее. Первое, что я сделаю, это сразу изменю соотношение сторон. Вот хочу, чтобы было так. Дальше я буду вставлять сюда смысловую часть. Вот я не хочу, чтобы были грибы. Вот я горизонтальное изображение удаляю, потому что горизонтально настраивается вот здесь, вот кнопками. А стиль настраивается стилями. Вот здесь я могу в выпадающем меню выбрать наиболее подходящий вариант. Фотореализм, вот он. И гриб я тоже отсюда удалю, потому что для этого есть секция негативный промпт. Я просто пишу здесь негативный промпт. Итак, есть позитивная часть, негативная часть и стиль. И вот теперь можно генерировать. так... Мне кажется, скорость генерации в гигачате повышалась, но как раз вот именно за счет за счет того что функции и качать и какие-то отрублены так секунда похоже разобралась не пиковое время у меня на секунду отрубился интернет и похоже генерация началась заново вот все теперь у нас есть за это полтора зайца я бы сказала даже вот так вот а с точки зрения чувствительности к проб то здесь есть достаточно много лишних слов и для кандинского обрабатывать это не очень удобно давайте поступим по-другому и сейчас вместо того чтобы генерировать изображение целиком давайте мы сгенерируем его по частям то есть вот здесь я все например очищу и напишу так все прибыль можно убрать стиль фотореализм летний лес без лишних подробностей так да действительно пиковое время скорее всего ну что лес у нас есть даже без грибов уже по моему неплохо пень может быть в чистом поле если ставится и цепей а дело в том что мне нужно максимальное попадание в техническое задание то есть да он может догадаться а может и не догадаться если мы работаем с нейросетями как профессионалы мы такие вещи на долю случая не упускаем теперь я хочу чтобы вот здесь вот у меня был пень то есть вот и я буду делать у меня здесь вот это то есть вот но да вот это вотΣ и вот и вот и вот и вот это вот то есть вот вот этот забор Так, ждем окончания генерации. Какой здесь смысл? Я стерла какое-то место, то есть я в этом случае управляю композицией. Я стерла место на изображении и написала, что там должно быть. Так, уважаемый Кандинский, можно нам все-таки пень показать. Да, с пнями у него сегодня никак. Так, полноценного пня у нас не получилось. Почему? Вполне возможно, Кандинский просто не знает, что такое пень. Давайте попробуем то же самое с зайцем. Вот так попробуем. Хотя удивительно, как это российская нейросеть и не знают, как выглядят пеньки. Так, давайте попробуем. Продолжение следует... Медленно. Да, да. Почему? Потому что, опять же, обучение – это всегда вопрос, на чем нейросеть обучалась. Я вот точно знаю, что сам гигачат, сам по себе, он обучен на английской базе, а не на русской. И, возможно, это как раз влияет и на генерацию итогового изображения. Так, нет, мы не хотим генерировать зайца. Не соответствует правилам Fusion Brain. Окей, пойдемте другим методом. Вообще, это стандартная совершенно ситуация, когда вы что-то придумали, все здорово, классно, начинаете генерировать, и почему-то у вас нейросеть не хочет это изображать. Поэтому пробуем обходные пути. Реагируют, но не всегда чутко. Пойдем обходным путем. Если он не хочет нам рисовать пень, давайте мы возьмем уже существующий пень. Вот у меня есть эта картинка с пнем. Вот так перетащу. Вот у меня есть этот пень. Пусть вокруг пня будет нарисован лес. Вообще, с точки зрения нейросетей для генерации картинок, если они поддерживают импайтинг, то есть редактирование того, что уже сгенерировали, есть два метода работы. Первый метод работы предполагает, что вы берете большое изображение, сразу все полотно, а потом меняете внутри него какие-то части. Второй способ предполагает дорисовку. То есть вокруг одной генерации генерируется следующее, уже больше по размеру. И тот, и тот способ, тут нет какого-то из них правильного, и тот, и тот имеет право на существование. Просто смотрите и пробуйте, какой с вашей точки зрения подходит лучше. Когда я готовилась к вебинару, Кандинский летал только так, а сейчас прямо медленно и очень печально. Кандинский решил разделить на несколько частей и догенерировать до фотоколлажа. Хорошо, имеет право на существование. Смотрите, кстати, видите, он к нему дорисовал еще вот здесь вот нижнюю часть. Хорошо, пусть тогда вот здесь вот. Будет заяц. Фотографии вот так вот расширяют в стороны. Кандинский не очень хорошо. А вот результаты своей собственной генерации намного приятнее и проще. Действительно ли будет чувствительный к промптом на английском языке? Давайте на это посмотрим сразу на практике. Сейчас зажжем с окончания этой генерации. Подписываемся. Подписываемся. Памптом на языке. вот пожалуйста за в том же самом стиле давайте попробуем сгенерировать на английском языке тот самый prompt который у нас был более полный но теперь на английском и посмотрим чувствительность изменения чувствительности на практике я могу вам рассказывать какие выводы я сделала как я это все попробовала что я решила но это не эффективно с точки зрения обучения здесь нужно пробовать смотреть и экспериментировать и в каких-то случаях действительно будет лучше prompt на английском в каких-то случаях нет лучше писать на русском и вы знаете что структура языка разное понятия разные и очень сильно разница будет заметна если вы будете использовать какие-то обороты например валять дурака например сленговые жанровые какие-то словечки разница будет очень и очень большой так как видите на английском языке как по ощущениям до на английском чувствительность на самом деле выше вот яндекс когда обучал яндекс g5 к сожалению нет данных на которых обучали яндекс арт генератор картинок но вот например яндекс g5 обучен минимум на 50 процентов на английских текстах а русские тексты там специфично это википедии в форумы то есть не литература не какие-то большие аналитические статьи а вот именно разговор вот разницу мы конечно можем увидеть да а как раз пространственные взаимоотношения не понимает нам и мы знаем что есть некоторые области в которых нейросети пока показывают крайне низкую производительность это задачи на логике одна логику это символы это действительно пространственное вот такое вот соотношение то есть по факту если вы хотите стать нейродизайнером дизайнером работающим с нейросетями то вы будете работать там например 40 процентов времени с нейросетями 60 процентов времени с фотошопом и другими подобными программами доводить дорабатывать убирать ошибки и так далее то есть нет сейчас ни одной профессии и ни одной профессиональной задачи которую на сто процентов от начала и до конца может решить нейросеть она в любом случае делает заготовку полуфабрикат вот так вот теперь заяц на русском чувствуете да даже при одном и том же стиле который был выставлен фотореализм чтобы получились по стилю разные изображения на русском языке у нас больше глубины передний план задний план сам по себе прорисован заяц конечно ну не совсем российский что то что там получился вот здесь вот более такая центрованная композиция поэтому думаю что вы сделали такие же выводы какие и делаю я когда вы пробуете что-то сгенерировать в кандинском пробуйте на русском и на английском варианте да это пень который остался после американского лесоруба вот такие там не такие как у нас не такие как у меня на на картинке сделаны вот у нас в лесу к необычно выглядит вот так конечно ничего общего поэтому я рекомендую даже работать с российскими нейросетями делать это и а вот это очень хороший вопрос у меня тоже на него есть готовый ответ ну давайте я вам точно также покажу на практике давайте мы заменим часть спнем раз она вызывает самую большую сложность вот эту вот часть спнем заменим на английский язык дело в том что когда мы особенно будем говорить про нейросети для создания текста мы будем как раз говорить про двуязычный прием пробкинга да он имеет место быть никто не знает на каком языке думают нейросети есть несколько интересных исследований которые показывают то с одной стороны то с другой стороны но в общем и целом приходят к мнению что там внутри себя нейросеть не думает ни на каком языке но если идет речь про генеративные трансформеры то есть про определенную архитектуру и возможно это действительно так то есть там нет никакого языка нейросеть интерпретирует наш запрос и потом его собирает и в таком случае ей совершенно все равно на каком языке вы пишете а но но это про современные нейросети для генерации текста сети для генерации изображений далеко не все нейросети обучаются на мультиязычных наборах и обычно ставится какая-то дополнительная прокладка переводчик которая унифицирует переводит какому-то постоянному знаменателю ну вот не считая того что с пнем не рядом вот тут я уже готова согласиться что это ближе к фотореализму и пень получился немного по человечнее поэтому я смело использую два языка я обычно пишу первый запрос на английском потом на русском либо сочетая каким-то образом до кандинский понимает этот этот язык и следовательно внутри одного запроса вы можете обращаться на двух языках так ну что ж мы можем сделать выводы что кандинский лучше подходит для решения профессиональных задач если использовать его не через гигачат а использовать как отдельное приложение на первый взгляд там не так много функций но за счет чуткости за счет того что можно расширять изображение вы можете получать хорошие результаты кандинский в этом плане бесплатный кандинский позволяет скачивать результаты в пнг и в джипег и вы можете использовать их для решения каких-то своих профессиональных задач я выделила несколько типов задач где могут вам помочь нейросети думаю что вы можете этот список дополнить первый вариант это реконструкция мы восстанавливаем что-то что мы не можем найти в архивах у художников либо что какие-то детали и подробности которые они не изображают это исторические сцены интерьеры костюмы научные иллюстрации очень аккуратно там нужно либо очень детальный промпт и либо большую работу референсов потому что сейчас идет серия скандалов когда в научных работах использовали сгенерированы иллюстрации сгенерированы естественно с ошибками потому что нейросеть же не знает как именно правильно выглядят те или иные явления на может только предполагать а вот исторические сцены интерьеры зданий костюмы по каким-то описанием по каким-то референсом мы вполне себе можем изобразить дальше мы можем визуализировать то есть не реконструировать то есть достоверно воссоздать а именно визуализировать если есть описание героя в книге если есть описание какого-то места в книге мы можем взять уже существующий портрет статую какую-то картину и ее до работать до оживить я думаю что вы видели серию в соцсетях за рамками картин это музейный проект когда брал брал какая-то репродукция и дорисовывалась что не вошло на полотно вот это как раз задача для нейросети все о чем вы можете фантазировать концепции того что не существовало на самом деле какие-то прототипы как может выглядеть что что то что вы придумали и изобрели то есть вы можете взять какой-нибудь чертеж леонардо да винчи условно говоря и на основе этой концепции нарисовать как бы выглядело в реальности ну и базовый дизайн быстро прототипирование быстрое создание какого-то предмета вот давайте мы придумали что у нас будут наушники вот такой вот конструкция вот такой конструкции давайте-ка быстро их нарисуем вот нам нужно для презентации или для сайта иллюстрацию преподавателя который учит в виртуальной реальности как это может выглядеть а вот сейчас нейросеть это придумывает про восстановление мы уже говорили да что работа с архивными материалами я скинул небольшую подборку сервисов а это колоризация это устранение дефектов повышение разрешения четкости восстановление каких-то деталей и перед создание мы можем а предположить как выглядело какое-то место в промежутке у нас есть архивная фотография с колокольни маленького города у нас есть современная фотография с этой точки и мы можем попросить нейросеть придумать промежуточный этап это тоже в вполне себе возможно ну и традиционно по итогам пробежимся а нейросети в принципе по ним мы такие запросы пробками специальным образом структурированные с продуманным какими-то ключевыми словами а и пробки состоят из смысловой части и из части параметрической пробки нужны в том случае если вы работаете буквально на потоке а когда вам нужно получать результаты быстро результаты в одной стилистике то есть для оформления одного проекта нужно пять иллюстраций генерировать их без подробных детальных промптов не то что бессмысленно у вас просто не получится результат у вас будут примерно похожие картинки но точно не в одном стиле тогда когда настоящий дизайнер такого никогда не допустит по хорошие промпты можно у кого-то подсмотреть и использовать чужие идеи для того чтобы промпт был грамотный вы описываете самые важные детали с точки зрения смысла то есть набор ключевых слов соотношения между предметами а например соотношение опять же большой маленький нейросеть не понимает а вот соотношение там 20 процентов 80 процентов уже скорее всего выставит вам правильную композицию лучше всего брать те сервисы которые позволяют корректировать результат это как раз рекрафт где можно откорректировать леонардо с функцией элемент подключается в платных тарифах кандинский с возможностью изменить какие-то детали шедевром например этого не делает он для таких задач не подходит первое время а когда вы только начинаете пользоваться такими нейросетями вы просто используете для всего что приходит в голову ага нужна афиша давайте-ка мы для нее сейчас сгенерируем страхный фон не найдем фотобанки нет а выберем и и и все в сервисе не нарисуем руками давайте сгенерируем вот представьте что мы ставим спектакль как объяснить ребенку героя который он будет играть а давайте мы загоним в нейросеть описание из книги и пусть она сгенерирует как мог выглядеть персонаж пусть она сгенерирует две три четыре сцены с участием этого персонажа и таким образом мы визуальным языком объяснил ребенку его роль после этого вот после первой стадии эксперимента вы увидите где именно нейросети помогают вашей работе а где они отнимают время где то же самое проще сделать без этого то есть вот с точки зрения оформления презентации если не нужно какой-то научной достоверности нейросети однозначно выигрывают с точки зрения оформления больших проектов он гридов каких-то веб-игр веб-квестов а нейросети дешевле может быть настоящий дизайнер бы это сделал быстрее но по стоимости генерации нейросети получается дешевле таким образом вы найдете точки роста ну и напоследок самое приятное а именно практическое задание для участников курса напоминаю да что участники курса состоят у нас в чате в телеграме получают практические задания и там показывают свои результаты и практических заданий у нас два первое это визуализация события из российской истории а вы прямо берете какое-то историческое событие описываете его кто участвует какая обстановка какое время года какой исторический контекст а и продумывая эти детали вы составляете проб вы можете включить туда элементы из литературного источника в чат форму вы его генерировали если вы использовали если вы использовали в так давайте я буду отрисать ответ хорошо а если вы использовали in пойти то есть редактировали уже изображение об этом вы можете пару слов написать но там уже детали детали не ну не нужны главный сам самый первый прон с которого все началось события любое это может быть подписание договора это может быть батальная сцена это может быть встреча каких-то исторических деятельностей все что вы считаете необходимым все что приходит вам в голову а поскольку важен исторический контекст и историческая достоверность вам придется потратить некоторое время на то чтобы прописать детальный промпт так ваш прогресс по заданиям вы имеете ввиду сколько заданий вы сдали это мы отслеживаем то есть семи которые есть вы в любой момент можете запросить чтобы вы посчитали она понятно что мы ближе к концу курса будем говорить плюс помимо этого свой прогресс по заданиям вы будете видеть на понедельничных консультациях то есть в понедельник все работы которые вы сдали мы соберем и и организуем консультацию где будем разбирать работы разбирать промпты обсуждать смотреть на сильные решения и говорить где возможные точки роста консультации будут проходить по этой же самые ссылки как я понимаю просто по понедельникам также в 15 часов то есть по этой же ссылке вы можете приходить вот и второе второе практическое задание точно также в чат точно также разбираем в понедельник это новая версия картины то есть здесь нужно в нейросеть загрузить репродукцию картины и изменить на ней какую-то деталь стопроцентного соответствия мы не требуем вы можете попробовать вариант как раз с редактированием картинки а вы можете выбрать вариант среда с с генерацией по референсу то есть загрузили картинку сгенерировать такое же но чтобы вместо лета была зима или вместо трех медвежат были три лисенка опять же эксперименты пробы и промпт по какому промпту вы вы добились результатов тоже скидываете это в чат все мы это все собираем и в понедельник с 15 часов мы проводим разбор и даем обратную связь до оба задания в один чат я сейчас тексты заданий продублирую естественно чтобы они были были у вас перед глазами и туда же вы скидываете результаты если не успеваете выполнить два задания выполните хотя бы одно до загружая картинку пожалуйста опишите проб по которому вы ее создавали это важно для того чтобы мы могли показать что можно изменить к лучшему вид нейросети любой шедевром тоже считается если вы добьетесь от него результата это будет прямо отдельные плюсик в карму на самом деле и я прямо восхищаю не которые могут от шедевра мы добиться достойных результатов да а так нейросеть любую и из того что я показывала или то что вы нашли сами я сброшу в чат еще список нейросетей в которых вы можете попробовать что-то погенерировать максимально быстро постараюсь выложить текст текст заданий в чат да к сожалению очень сильно висит как я понимаю у нас идет гроза и это влияет на на оборудование к сожалению на грозу я повлиять никак не могу теперь пересмотреть те моменты может быть были сегодня немножко дерганы все в таком случае до понедельника если будут возникать вопросы если что будет не получаться в любой момент в чате то есть и и и и